Всем привет! У меня сегодня новое видео. В этом видео хочу рассказать вам об аромате от Златана Ибрагимовича. Также хочу затронуть тему передозов и запоев, естественно-естественно парфюмерных. Какое отношение этот аромат имеет к парфюмерным запоям и парфюмерным передозам, вы поймёте ближе к середине этого видео. В инфобоксе вы найдёте, во-первых, то, чем я накрашена. Вы найдёте таймстэмпы. Если вам неинтересно слушать об этом аромате, вы можете проскочить его. Если вам неинтересно слушать о главной теме этого видео, вы можете также проскочить эту тему. Но лучше послушайте, может быть, напишите мне чепанчику в комментариях по теме. Подписывайтесь на мой канал. Меня так и продолжает больше половины смотреть неподписанных. Подписывайтесь, это совершенно бесплатно. А мне это очень приятно, ребятки. Итак, Златан Ибрагимович. Это футболист, очень известный шведский футболист. Этот аромат, кстати, это аромат, который относится к ароматам от известных личностей. Златан Ибрагимович очень известный человек. Я зачастую слышу, что я ассоциирую известного человека с этим ароматом. Известный человек мне неприятен или неинтересен, поэтому аромат тоже вследствие не покупается. Я думаю, что каждый, конечно же, делает, как он того хочет. Но пойти в магазин, затестировать, ничего нам не стоит. А вдруг аромат классный. Также к ароматам от известных личностей я отношусь более чем благосклонно. У меня есть аромат от Мадонны, который супер классный, туберозный. Сейчас его можно найти, но по очень большим ценам. А он был супер. Ну, не только от Мадонны. У меня еще многих разных других ароматов. У меня есть еще ароматы от Бридни Спирс. Хорошие. У меня есть ароматы от Бьонсе. Эдем Ливайн. У меня есть ароматы от Шакиры. Ну, в общем, всякое, всякое разное. Много всего интересного. И этот аромат не стал вообще-то исключением. Вторая заметка, которую нужно сделать. Жалуются на то, что флакон не продуман. Флакон некрасивый. Подтекает некачественно. Здесь все супер качественно. Здесь даже вот эта вот, она, магнитная вот эта вот крышка. Здесь все очень красиво написано. Вот эти вот золотые надписи, они супер классно написаны. Ничего, ничего не стирается. Вот даже если пальцем вот так вот уже, ногтем вот так вот. Ничего не стирается. Все нормально, все красиво. И опять же, посмотрите, это 30 миллилитров. Какой маленький компактный флакончик. Очень, очень все хорошо выполнено. Итак, что же у нас в этом аромате? В этом аромате послушайте эти ноты. Они очень интересны. Клевер, яблоневый цвет, дикая роза, кедр и светлое дерево. Я, к сожалению, не знаю, как пахнет, или, наверное, к счастью, как пахнет дикая роза. Но даже если она здесь и есть, я здесь слышу какой-то очень тонкий, очень-очень прозрачный запах розы. Как будто бы взяли белую розу и ее в воду кинули. И она там лежала дней 10. И вот эта вот вода чуть пропиталась этим очень-очень свежим, очень незаметным розовым запахом. Вот что-то такое. Вообще этот аромат для меня, он деревяшистый. Но тоже все очень на полутонах. Разбавлено-разбавлено. Нежный деревяшистый запах. Немножечко с цветами. Я даже конкретно не могу сказать, что это вот конкретно есть роза. Только если прям-таки принюхиваться, есть какие-то там розовые посылы. Но для нелюбителя розы, я вас уверяю, более чем носибельно, более чем приятно. Хороший аромат. Я считаю, что этот аромат получился на славу. Не ожидайте от него ничего экстраординарного. Это не такой аромат, который вас вознесет на 10-е небо парфюмерии. Но он приятен. Он приятен, он не инвазивный. И этот аромат можно подарить вслепую. Будет совершенно прекрасным помощником и спутником на каждый день. Куда бы вы ни пошли. Очень-очень нейтральный аромат, который не бежит впереди вас. Не сзади вас. Он просто идет тихонько с вами и все. И просто вот источаете вы очень приятный. Приятный аромат вокруг вас. Такие вот нежнейшие. Тоже такие водянистые, разбавленные водицей деревяшечки. Очень-очень приятная вещь. Вдвойне приятно, что я купила этот аромат еще и по очень хорошей скидке. Это из тех ароматов, что я уверена, что я не побегу его покупать, когда он у меня закончится. У меня подобных ароматов много. Это так называемые, я их так и называю, проходные ароматы. Это те ароматы, которые там есть у меня 20-30 штук. Которые можно вот передо мной их поставить. И какой бы я не выбрала именно в тот день, когда мне хочется такого безликого практически аромата. Мне хочется что-то такое совершенно нейтральное. Любой аромат бери и любой аромат пойдет. Вот он вот как раз в той куче. Это не значит, что этот аромат вообще никакой. Вообще нет у него никакой ниши в парфюмерии. Нет, он приятен. И я уверена, что если найдется тот человек, который... А, я именно такое искала. Я именно искал вот эту вот вымоченную в воде розу. Я именно искал такие вот разбавленные деревяшки. Этот аромат очень понравится. Я по полной цене его не куплю. Я вообще по полной цене не покупаю ароматы. По скидке, если я вдруг найду еще по такой же цене большую бутылочку, если будет хорошая цена, то может быть я его и куплю. Потому что аромат достойный. Это достойный спутник на каждый день. Не ожидайте от него огромной стойкости. Не ожидайте от него какой-то шлейфовости. Шлейфовость есть, но она очень коротенькая. И стойкость... Ну, стойкость нормальна. Часа четыре. Но он приятен. И даже у меня спрашивали, что это такое за аромат. Потому что в своей этой простоте он очень приятный аромат. Он не раздражает. Это будет совершенно приятный, офисный, приемлемый офисный аромат. Например. И что же имеет, какое же имеет отношение этот аромат к запоям и к передозам? Дело в том, что когда я этот аромат раскрыла, мне он очень понравился. Во-первых, мне было любопытно, что же сделал Златан Ибрагимович. Я видела видео на YouTube, как он участвовал в создании этого аромата, в дизайне. В общем, интересно, когда человек не просто клеит свое имя на бутылку, а еще и действительно участвует в создании продукта. И я его открыла, я его протестировала. Очень, очень интересные ноты. Да, это все так, знаете, на полутонах, все размыто. Как вот хорошая, наверное, аналогия рисунок акварельными красками. Который мало того, что акварельными красками, так он еще и немножечко был положен на такой мокроватый стол. То есть оно все еще так стало еще больше расплываться. То есть вот аналогия вот такая. Аромат есть в таких вот бледно-таких розоватых, фиолетоватых, но очень бледных, таких лиловых тонах. Но все так размыто, все очень поводянисто. Вот такое ощущение у меня от аромата. Неплохое, неплохое. Просто вот такое вот легкое, такое как эфемерное что-то. И когда я его открыла, в третий раз говорю, у меня с ним случился запой. Так что, может быть, этого и не видно, ребята. Но я на самом деле дня три я носила только этот аромат. Мне пришлось себя сдержать. Потому что могло получиться так, что когда пришло время делать видео, я уже протестировала этот аромат. Я уже все о нем для себя поняла, выписала и осознала. И мне бы, у меня бы ничего не осталось. Поэтому мне пришлось себя сдерживать, его не выбрызгивать с такой силой, с таким энтузиазмом. Поэтому это вот, это тот самый классический запой ароматный. Когда вы купили аромат, у меня зачастую случаются запои, но они у меня случаются, как правило, именно с новыми ароматами. Вот, например, еще один запойный аромат. Здесь тоже запойчик случился. Но я все-таки не такой щедрой рукой его пшикала, потому что аромат, на самом деле, гораздо более яркий, гораздо более редкий. Это вот этот вот антарды, который красненький. Очень красивый тоже аромат. Совершенно другой, абсолютно другой. По посылу, по всему. Он, это в противоположности. Но, тем не менее, запойчик у меня с этим ароматом тоже случился. Как правило, для меня это именно новые ароматы. Это те ароматы, либо те ароматы, которые новые для меня, либо они у меня были, и на какое-то время я их отставила, и я их, можно сказать, заново для себя открыла. И вот это вот одна из вещей, которая может получиться в результате запоя. Вы так рьяно и так резко напали на аромат. Вот, например, это вот то, что было. Это уже, кстати, не первая тоже бутылка. То, что было с этим ароматом. Я так рьяно начала его использовать, и так много, что у меня с ним случился сначала запой, потом, вследствие, ещё и передоз. Я не могла вообще даже смотреть на эту бутылку. Я смотрела на эту бутылку, и я... Ну, просто слишком много, слишком много, слишком часто, слишком активно я им пользовалась. А поверьте мне, что передозить с этим ароматом, это вербена от Ивраши. Ребята, с вербеной-то передозить вообще очень сложно. С вербеной от Ивраши так вообще, ну, вы понимаете, да? Если это уже не первый аромат, то я им орошалась очень сильно, очень активно. Так вот, мне пришлось убрать эту бутылку вообще с глаз долой, чтобы я её не видела на довольно долгое время. И когда я потом... Не то, что я потом... Ах, у меня есть этот аромат. Я знала, что он у меня есть. Ну, просто я очень долгое время к нему не подходила. Отдыхал мой нос и мои глаза от него. И когда я наконец-то подошла к этому аромату, я его практически заново для себя открыла. Запоя уже потом не случилось. Ну, не потому что меня пришлось себя сдерживать, нет. Потому что просто уже запой был и второму запою уже не быть, потому что эта дорожка уже пройдена. Так вот, одна из проблем запоев, если они случаются, это то, что вы так часто и так активно пользуете аромат, что на какое-то время вас просто отворачивает от этого аромата на 180 градусов. И проблема может прийти потом, когда вы забудете об этом аромате, и вы его куда-то, ну, не в должное место поставите, чтобы он там отдыхал, чтобы он набирался сил. И он может просто стухнуть. Это одна из проблем, которая вот есть после вот таких вот запоев. Но ещё есть одна проблема, и она более реальна, что настолько всё-таки идёт перенасыщение ароматом, что даже уже после того, как прошло какое-то время, когда организм уже отдохнул, нос его уже практически забыл, глаза так точно забыли, вы всё-таки этот аромат берёте, и вы понимаете, что ну нет, нет. Вот тот самый активный период времени, когда вы этот аромат использовали, как там это говорят, да, и в хвост, и в гриву. Вот, вот, вот. Он отвернул вас от этого аромата. Поэтому запой запоем, запой это хорошо, но мне кажется, для того, чтобы избежать вот таких вот негативных последствий, лучше себя просто сдержать. Я вас уверяю, просто забрав от себя этот флакончик и поставив его в какое-то место, вы просто переключаете внимание на другой аромат, и запоя как не бывало. Передоз. Передоз. Вот, передоз. Не обязательно... Не обязательно они идут рука об руку. Они бывают, они идут рука об руку, но бывает, что, конечно же, два совершенно отдельных феномена. Так вот, когда передоз, это не означает, что вы в один единственный раз взяли, нанесли на себя 30 пшиков аромата и вас отвернуло. Всё-таки, мне кажется, это просто... Это называется перебор с пшиками. А передоз, это когда вот... Даже вот одного раза, двух раз вам хватило, причём это могут быть не 20 пшиков, это может быть 5-6. Но аромат вам настолько не подходит, либо он настолько для вас сильный. Очень многие люди жалуются, кстати, на передоз... На передозы с вот этими вот красивыми платьюшками. Потому что для многих людей эти платьюшки ядрёны. Очень ядрёны. И с ними легко переборщить, потому что вот у них такое ощущение от них есть. Вы один пшик сделали, ну, вроде бы как мало. Второй пшик сделали, вроде бы как тоже мало. Ещё подбавили. В течение дня ещё подбавили. К концу дня у вас голова вот такая вот большая, как надувной шарик. Вот это и есть передоз. Когда слишком большая всё-таки доза аромата, и она, особенно когда она надстраивается, надстраивается в калиф... на протяжении дня, к концу дня вы вообще уже ничего не понимаете, где вы находитесь и что на вас и за парфюм. С такого плана ароматами очень-очень легко переборщить. Кстати, не просто переборщить, а ещё и отвернуть себя от этого аромата. Потому что, в принципе, и от передоза, и от запоя, как правило, один и тот же... один и тот же конец, когда аромат, скорее всего, будет уже не так приятен, как ему был приятным вам в начале, к сожалению. Обычно запои у меня бывают с новыми ароматами, как я уже сказала, и с определённого типа ароматами. То есть, скажем, вот с этого аромата, вот с этим ароматом запоя бы у меня не было. И передоза бы у меня не было. Потому что всё-таки, даже если я сделаю 8 пшиков, я понимаю, что всё-таки с этим ароматом мне будет физически трудно с ним ходить, когда на мне 20 пшиков. А вот с такого типа ароматами это вообще без проблем. Потому что... Потому что нравятся мне цитрусовые ароматы, нравятся мне яркие вот. Ароматы, вот, кстати, ещё один. И вот с ним у нас тоже дружба сложилась. Но дружба у нас... Первоначально она у нас сложилась именно с запоя. Это Blue Mediterranean, это у нас Orange Di Capri. и Orange Di Capri, это апельсин с острова Капри. Вот тут тоже у меня был и передоз, и перебой, и перебор, и всё, что угодно. Но так как тип такого аромата он мной очень хорошо переносится, всё-таки меня от него не отвернуло. Вот. Поэтому всё это бывает. И мне кажется, чем больше у вас ароматов, чем чаще вы ароматы тестируете, тем чаще бывают вот такие вот проколы. Я не думаю, что это какая-то негативная вещь, но просто когда у вас один раз получится такой вот передозик и перебор, и запой с ароматом, второй раз, третий раз, вы потом поймёте, что, ну, наверное, нужно немножко попридержать коней. Кстати, в принципе, в самом запое ничего страшного нет. Не всегда ароматный запой непременно заканчивается тем, что вас отворачивает этот аромат. Иногда парфюмерный запой заканчивается там же, где он и начался. Он у вас начался, например, в понедельник, в пятницу вы уже относили его всю неделю, вы его откладываете, ну, типа, ну, хватит. Наигралась я с тобой и переходите совершенно спокойно к другому аромату, причём аромат, который вы носили целую неделю, он абсолютно от этого не страдает, у вас не появляется к нему никакого негативного чувства. Поэтому часто очень пишут, вот, у меня запой с этим ароматом, да, это хорошо, это значит, что аромат нравится, самое главное, не допускайте до той степени, когда этот аромат придёт в немилость, потому что вы его слишком много, слишком много на себя использовали, и просто потому, что жалко, просто потому, что аромат будет стоять, ничего не будет делать, никакой вам не будет приносить радости, то есть лучше себя чуть-чуть там задержать, не уходить в запой с ним на 10 дней, вот так, постепенно, постепенно с ним ознакомиться, вот, я надеюсь, что это видео вам понравилось, я надеюсь, что я пробудила ваш интерес к аромату от Златана Ибрагимовича, мне на самом деле понравился этот аромат, я не ожидала того, что этот аромат будет настолько интересен, настолько мил, он очень милый, он очень интересный, и он очень хороший для слепой покупки и особенно, если мы говорим для человека, который любит очень нейтральные, очень-очень-очень легонькие, очень неинвазивные ароматы, ну и опять же его цена очень приятна, абсолютно приятна, на этом все, я желаю вам приятного дня, замечательного настроения, хорошей среды, пока!